В детском саду «Солнышко» косметический ремонт сделан своими силами, рассказывает заведующая Ирина Грохольская. Все работы в этом образовательном учреждении проводят педагоги и воспитатели. В данный момент мы находимся в спальне третьей группы. Здесь ремонт сделан силами родителей. Родители как бы закупили обои, закупили линолеум, и наши сотрудники провели здесь такой косметический ремонт. Деньги, которые выделены нам на косметический ремонт, пойдут на ремонт общей площади. Капитальный ремонт в детском саду «Солнышко» делали в прошлом году. Тогда в одном из самых старых дошкольных образовательных учреждений демонтировали старые полы, утеплили новые и застелили их линолеумом. Отремонтировали тогда и кровлю детского сада. В этом году сумма, выделенная на косметический ремонт «Солнышко», небольшая, говорит заведующая. Но подготовить образовательное учреждение к очередному учебному году все-таки необходимо. Подшпаклевать, замазать, подкрасить. Это места общего пользования, коридор, изоостудия, музыкальный зал, спортивный зал. А это уже детский сад «Русалочка» во втором микрорайоне. Из самых глобальных работ в этом году – замена радиаторов, системы отопления. С установкой регуляторов температуры, согласно предписанию санэпидемстанции, частичный косметический ремонт в местах замены, демонтажа и монтажа этих радиаторов. Также мы находимся в баре для коктейлей. Здесь физиокабинет был. Здесь заменили трубу пожарного водоотведения. Работы здесь проводят специалисты частной компании. Заменой радиаторов занимаются всего два специалиста. Но к новому учебному году ремонт будет окончен, уверены сантехники. Каждая батарея будет открываться, закрываться. Где, если жарко, могут перекрыть. И теплоотдача в основном. Для этого и меняем, чтобы теплее было в детском садике. Пока воду сольешь, потом батарею старую снимаешь, новую подготавливаешь, ставишь. Но все равно это уходит на одну батарею в среднем где-то часть пути уходит. Приятный сюрприз ожидает и воспитанников детского сада «Теремок». Выделено только на косметический ремонт. Это 35 тысяч. Мы приобрели краску, обои, покрасили вот стены. Так же, как и в других садиках, леют обои, красят и шпатлюют стены здесь сами работники образовательного учреждения. Подрядные или управляющие организации привлекаются только для выполнения специализированных работ. Мы меняли санузлы, но чисто за свои средства. То есть у нас с прошлого года осталось немножко экономии. За счет них мы поменяли туалеты в группах и поменяли раковины. Ремонт в детских садах и школах закончится к концу августа. Итоги работ перед началом нового учебного года проверит специально комиссия. Педагоги уверены, что их старания не останутся незаметными и для маленьких губкинцев. Екатерина Скуев, Сергей Макричан, Ильша Атракаев. Новости Губкинского.